Приветствую друзья, с вами Шаман. Как и обещал, в этот раз я выпускаю видео с коллекцией рыб, которую вы можете займить в своем атласе живности в апреле месяце. Конечно же апрель подходит к концу, но уж извините, я только недавно начал играть в Animal Crossing и сделал это видео как только смог. Так что вам придется поспешить выловить все образцы рыбешек в прудах, реках и морях. В этом видео я буду описывать место и время спауна рыб, а также размеры их теней. Если вы еще не знаете, то каждый вид рыб имеет определенный размер тени, от единички до шестерки. И охотясь за конкретной рыбешкой, вы можете ловить, так сказать, только соразмерные ей тени. Чтобы поймать более редкие образцы рыб и не тратить целый день на их розыск, пробегитесь по пляжу, накопайте ракушек венерок и скрафтите из них приманку. После встаньте в месте, где водятся те виды рыб, на которых вы охотитесь, и бросайте приманку за приманкой, пока не увидите нужный вам размер тени. Теперь же забросьте удочку и надейтесь, что вам улыбнется удача. И вы поймаете именно ту рыбу, которой вам не хватало, а не очередного большеротого окуня или морского судака, например, которые меня, честно говоря, задолбали. Ну и первым делом, как и в видео об апрельских насекомых, я озвучу те виды рыб, которые исчезают под конец месяца, чтобы вы могли их поймать в первую очередь, пока не нагрянул май. Камбала спавнится круглые сутки, обитает с октября по апрель и, как вы поняли, уже на грани отбывания с вашего острова. Но эта рыба, скорее всего, уже имеется в вашей коллекции. Камбала имеет третий размер тени и водится в море. Стоимость этой плоской рыбы составляет 300 диней. А вот кого вы, возможно, еще не поймали, так это тунец. Выловить этот эксклюзив можно на пирсе или возле него. Размер тени 6. Стоимость рыбы 7000 диней. Ловится он круглые сутки в период с ноября по апрель. Так что поспешите, ребята. Я вот, например, потратил около 60 приманок, пока не наролил этот образец. Очень редкая рыба, как для меня. Но мы остаемся рыбачить на пирсе, где будем ловить красивенного голубого марлина за 10 тысяч диней. Размер тени этой рыбы 6. А время для ее поимки в любое время суток с ноября по апрель. Позже голубой марлин еще появится в июле и пробудет в игре до конца сентября. Но если вы хотите заполнить свою коллекцию апрельских рыб уже сейчас, то вам придется накопать достаточно много приманок. Остальные рыбы из этого видео будут еще доступны для поимки в следующем месяце. И всех мы их посортируем в порядке убывания цены. Сложнее всего будет выловить латимерию, которая хоть и спавнится круглый год и круглые сутки, но для ее поимки вам потребуется дождаться дождливой погоды. Только в дождь она появляется в море и обладает шестым размером тени. А цена этой рыбы 15 тысяч диней. Не дурно, да? Так что если дождь у вас идет довольно часто, эта рыба будет у вас еще до конца апреля. Следующей рыбой за 15 тысяч диней выступает Апистопрокт, живущий в морских пучинах. Размер тени двойка. Излюбленное время суток у него с 21 до 4, а спавнится он круглый год. Третий образец самой дорогой апрельской рыбы – золотая форель, которая обитает на самой вершине вашего острова, прямиком на водопаде. Размер тени – троечка. Цена – 15 тысяч диней. А время для поимки – с марта по май. А потом она еще появится на осенний период – с сентября по ноябрь. Время для рыбалки на золотую форель – с 16 до 9. Сельдяной король обитает в море и размер его тени – 6. Стоимость этой рыбы составляет 9 тысяч диней. Неплохая цена за столь огромную рыбину. А время для поимки короля вы можете выбирать любое на протяжении суток – с декабря по май. Там же в море обитает полосатый аплегнат, которого можно продать за 5 тысяч диней. Размер тени у этой рыбки – 3, а время для рыбалки в любое время суток – с марта по ноябрь. Теперь же перебираемся к реке, где будем ловить каймановую черепаху за те же 5 тысяч диней. Размер тени у черепашки – 5. Время суток – с 21 до 4. Появилась она в игре только в этом месяце. И до октября вы уж точно ее поймаете. А теперь отправляемся к пруду, где будем вылавливать красивого родственника золотой рыбки по имени Ранчу. Здесь вы можете ее поймать с 9 до 16. Круглый год. Размер тени у Ранчу – 2. И в магазине Нука за нее дают 4500 диней. И на смену Ранчу в пруду появляется Карп Кои, который водится с 16 до 9. Спавнится он целый год, а размер его четверка. Ну и цена – 4000 диней. После Карпа отправляемся слушать шум водопада, где можно будет поймать рыбку Сима. Размер ее тени – 3. Излюбленное время суток – с 16 до 9. Поймать Симу можно с марта по июнь. После чего она делает камбэк в сентябре и продержится до ноября. Стоимость этого обитателя водопадов – 3800 диней. Красный Луциан или Луциан обитает в море. Продать его можно в магазине Нука за 3000 диней. Размер тени красного Луциана – 4. Ловится круглые сутки и круглый год. Теперь идем обратно к пруду, где нам предстоит поймать парочку рыбешек. Первой будет золотая рыбка с размером тени – единичка. Стоимость ее составляет 1300 диней. А поймать эту малышку можно в любое время суток и круглый год. Ее соседом по пруду будет лупоглазая рыбка по прозвищу Телескоп. Размер ее тени – соразмерной золотой рыбки, то есть единичка. А стоимость аналогичная – 1300 диней. Время для рыбалки выбирайте с 9 до 16 на протяжении всего года. Такая же маленькая рыбка с размером тени в 1 водится в реках. Зовется эта симпатяшка Гуппи и оценивается в те же 1300 диней. Поймать вы ее сможете с 9 утра до 16 с апреля по ноябрь. И еще одна маленькая рыбеха, обитающая в море, с размером тени 1. Зовется морской конек. Стоимость этого попригунчика – 1100 диней. Ловить конька можно в любое время суток с апреля по ноябрь. Так что на его поимку времени у вас полно в запасе. Продолжаем исследовать море и выискиваем тени размером 2. Одной из рыбок вы можете выловить флагового хирурга, который оценивается ровно в 1000 диней. Водится он круглые сутки с апреля по сентябрь. И следующая морская рыба с размером тени 2, которая появилась в апреле – рыба бабочка. Цена этой рыбехи – 1000 диней. Ловится бабочка круглые сутки с апреля по сентябрь. Ну что ж, идем к водопаду, чтобы поохотиться на достаточно редкую рыбу по имени голец. Размер этой рыбы – тройка. Стоимость гольца – 1000 диней. А поймать его вы можете с 16 до 9. С марта по июнь. А затем он снова приедет на осеннюю сессию с сентября по ноябрь. Ложный палтус может быть пойман в море. Ищите четвертый размер тени в любое время суток круглый год. Стоимость ложного палтуса составляет 800 диней. И у вас он, скорее всего, уже есть. Остаемся на пляже и высматриваем тень размером в единицу. Если вам повезет, то вы поймаете полосатую рыбу-клоуна. Назовем его Немо. А цена на этого полосатика – 650 диней. Ловить его можно в любое время суток с апреля по сентябрь. Тут же ловится рыба с размером тени 3. Зовется она Крылатка. И выглядит достаточно эффектно. Оценивается рыба в 500 диней. Ловится на крючок в любое время суток с апреля по ноябрь. По соседству с Крылаткой водится такого же размера кальмар. Стоимость кальмара 500. А время для поимки любое с декабря по август. Ну и переходим в реку. И высматриваем тень единичку. Здесь может вам пойматься голубой неон, который оценивается в 500 диней. Время для рыбалки на неона выбирайте с 9 до 16. Появляется он в апреле и исчезнет в конце ноября. Пожалуй задержимся еще у реки и попытаемся выудить рыбу с размером тени 2. Это чудо зовется адантабутис. И оценивается он в 400 диней. Ловить его следует с 16 до 9 на протяжении круглого года. Также второго размера тени вам может пойматься вьюн, который оценивается в те же 400 диней. Спавнится он целый день и целую ночь с марта по май. И тут же в реке размером в четверку вы можете выудить большеротого окуня. Который ловится очень часто. И в магазине Нука его покупают за 400 диней. Время для рыбалки любое круглый год. Такой же частый гость как и окунь в размером в пятерку будет вам надоедать, когда вы пойдете рыбачить в море. Зовется этот надоедливый гость морской судак. Он оценивается в 400 диней. И ловится круглые сутки целый год напролет. А теперь поищем в пруду рыбку размером 4. Это будет сазан, частый гость пруда, который вы можете продать за 300 диней. А выловить его можно когда угодно, он еще порядком так успеет вам надоесть. Еще в пруде стоит повысматривать тень размером в единицу, чтобы поймать аризию за 300 диней. Время для ее поимки любое с апреля по август. В реке размером в тройку вам может повстречаться и лец, которого вы уже наверняка ловили множество раз. Цена на него составляет 240 диней. Спавнится он круглый год 16 до 9. Очередной житель пруда размером с двойку обыкновенный рак. Оценивается он в 200 диней. Ловится так же часто, как и предыдущий образец, круглые сутки с апреля по сентябрь. А вот в море мы можем поймать хамсу, которая обладает вторым размером тени. Цена на хамсу составляет 200 диней. И поймать ее вы сможете с 4 до 21. Круглый год. Ну что ж, теперь в реке размером тени 2 можно поймать солнечника, который оценивается в 180 диней. Ловить солнечника можно с 9 до 16. Целый год напролет. Тут же в реке находим тень второго размера, чтобы поймать всем известного карася. Цена на карася идеалиста составит 160 диней. Ловится он круглые сутки целый год. И на размер меньше, то есть единичка, вы сможете выловить светлого закко за те же 160 диней. Как понятно, водится он в реке с 9 до 16. Круглый год. Ставриду можно поймать в море, если вы будете искать тени размером 2. Скинуть в магазине можно Ставриду за 150 диней. А найти ее несложно в любое время суток целый год. Фух, и последний наш образец апрельской коллекции размером в единицу. Головастик. Этот малек обитает в пруду и дает за него всего лишь 100 диней. Поймать головастика можно в любое время суток с марта по июль. И на этом как бы все. Поздравляю! Вы поймали всех апрельских рыб в Animal Crossing New Horizons. Всем спасибо за внимание, друзья. Подписывайтесь, комментируйте и загляните в описание к видео. С вами был Шаман. Покеда!